Благотворительные ярмарки в Одинцовской средней школе номер 9 проходят регулярно. Очередная проводилась в рамках акции с говорящим названием «Для нас мелочь, для них надежда». Ребята при поддержке педагогов организовали сбор средств для малыша, здоровье которого находится в опасности. Вопрос о том, нужно ли помогать, не стоял. Обсуждалось лишь то, как помочь. Благотворительность – это бескорыстная помощь всем тем, кто в ней нуждается. Государство оказывает помощь пенсионерам, инвалидам. В этом ему помогают благотворительные организации. Наша школа сотрудничает с одной такой благотворительной организацией – Лизонька. Ярмарка организована для сбора средств нуждающемуся ребенку, которому нет еще и двух лет. Он страдает серьезным генетическим заболеванием. И наша школа сегодня старается собрать сумму для того, чтобы оказать ему эту помощь. Ярмарку разделили на две части. Больше интерес, конечно, вызвало крыло, в котором разместились выпечка и домашние сладости. Все это ученики готовили сами. Не без помощи мам, конечно. У меня вишни печеньки, ежики с семечками и снеговики. Очень нравится. Уже даже люди подходили по два раза брать. Здесь находятся печенья, которые я испекал со своей мамой. Здесь нам друг дал для продажи. У него мама пекла розочки. Здесь находятся булочки, крендельки. Даниил поделился секретом приготовления пирожного картошка. Смесь детская, малыш, молоко, масло, какао и все. Очень вкусно. Сверху можно посыпать какао, либо остатки там от печенья. Хорошая школа – это место, где получают не только знания. Здесь идет серьезный и воспитательный процесс. Это не просто громкая фраза. Как привить ребятам умение сострадать и привычку делать добро. А вот именно через такие акции, организованные самими школьниками. Был специально создан штаб старшеклассников, совет старшеклассников. В этот штаб входят 20 детей. Дети были подготовлены. Их основной задачей была пропаганда вот этой ярмарки, вот этой акции. Они должны были донести до детей, что за ребенок, какова адресная помощь. За время акции школе удалось собрать две трети необходимых для лечения Арсения Овчинникова средств. Более 40 тысяч рублей. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».